Детское радио представляет Спортивная программа Всем физкульт-привет! С вами Захар, спортивный комментатор Детского радио. Начну с новых и пока непонятных слов, которые я выучил к сегодняшней программе. Итак, кросс-кантри, дёрт-джампинг, даунхилл и апхилл. Петя, не переживай, не запомнишь, двойку никто не поставит. Хотя, думаю, запомнишь. Когда лет 150 назад придумали велосипед, он предназначался исключительно для езды по ровной поверхности, полям и долам, ну, в смысле, долинам. Но прошло немного времени, и появились люди, которые сказали, а почему, собственно, только по долам? Мы хотим по горам, лесам и прочему бездорожью. И попробуйте нам запретить. Спорить никто не стал, и на свет появился новый вид спорта – маунтинбайк. По-английски маунтинбайк означает горный велосипед. Спорт в честь велосипеда назвали неспроста. Без маунтинбайка в сторону горок даже смотреть не стоит. Это почему? Что такого особенного в горном велосипеде? Вот спрашивает Леночка, велосипедистка со стажем в пять лет. Из своих восьми. Все расскажу. Во-первых, у маунтинбайка есть подвеска. Такие специальные пружинки. Если ехать по камням на велосипеде без подвески, будет такое – быт, быт, быт. А если с подвеской, то такое – мях, мях, мях. Понятно, что выбирают спортсмены, которые только по камням и катаются. Во-вторых, сам велосипед очень прочный, чтобы на кочках не развалился. В-третьих, колеса. Они широкие, в грязи не буксуют. В-четвертых, у маунтинбайка супернадежные тормоза. С горы с другими просто не съедешь. И уж если придется кататься по горам, то… Правильно, Ксюша, молодец. Без прочного шлема гонщику вообще не обойтись. На соревнованиях вылететь из седла проще простого. Так что шлемы, а еще наколенники и перчатки у спортсменов строго обязательны. Да, Катя, шлемы и остальная защита должны быть обязательно под цвет твоего спортивного костюма. Ну а как иначе? А где же непонятные слова, о которых вы вначале говорили, спрашивает Света. Ну, эти, которые на заклинания похожи. Ну что ж, Свет, начинаю колдовать. Да ладно, шучу. Главные соревнования у любителей горных велосипедов называются кросс-кантри. Главные, потому что олимпийские. Маунтин-байк несется по очень сложной трассе. С множеством спусков, подъемов, холмов, огромных булыжников и прочих неровностей. По-английски такое бездорожье как раз и называется кросс-кантри. Есть у кросс-кантри один минус. Гонка длится часа два, а то и дольше. Устанешь болеть. Другое дело дёрт-джампинг. В переводе прыжки на грязи. Тут всё быстро и смотреть очень удобно. Велосипедисты никуда не едут, а вместо этого прыгают на земляных трамплинах, небольших горках. Взлетают и кувыркаются в воздухе так, что просто дух захватывает. Кручу, 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 педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке. Навстречу, радуги-дуги. Песенка Катали Апольда – это гимн тех, кто занимается даунхиллом. Даун по-английски вниз. Абсолютно верно, Эдик. В даунхилле спортсмены сломя голову несутся вниз с горы. Кто быстрее? Если даун – это значит вниз, то ап. Правильно, Гоша. Вверх. Значит, апхил. Ну? Ну? Ну, конечно, это подъём в гору. Апхил считают самым сложным видом маунтинбайка. Но ещё бы, в гору на скорость на велосипеде попробуй заберись. Чтобы было полегче, гонщики используют лёгкие велосипеды и защиту не надевают. Что нужно, чтобы стать маунтинбайкером? Итак, загибайте пальцы. Быть смелым, сильным, решительным и умелым. Например, проколол ты в лесу колесо. Веломастерской рядом нет, а значит, правильно, придётся чинить самому. Сила нужна в ногах. Без неё в гору не заедешь. Юра, ты уже к этому готов? Велосипедов, как и велосипедистов, в нашей стране хватает. Горки есть, грязь есть, лес есть. И камни, и корни, и кочки, и ямы. Так что и соревнования проводятся, и медали завоёвываются. Олимпийских, правда, пока нет. Но это дело поправимое. Когда начинать, Ира? Да уже сейчас. Можно и на велосипеде кататься, тренироваться. А можно прийти в любой физкультурно-оздоровительный комплекс, что строит по всей стране компания «Газпром», и тренироваться там. Ну, конечно, силе и выносливости. А там уже и до медалей недалеко. С вами был спортивный комментатор детского радио «Захар». Всем оле-оле!